Если вы хотите смотреть и понимать Гарри Поттера на французском языке, если вы такой же фанатик, как и я, и вы хотите разобраться в странности перевода и в звучании, продолжайте смотреть, давай! Но прежде чем мы начнем, мы попросим нас поддержать Пожалуй, мы начнем с самого шокирующего факта, по крайней мере для меня, ведь французские дети мечтают получить письмо не из Хогвартса, а из, внимание, В итоге, Хогвартс по-французски звучит как Jean-François Ménard, это переводчик романа на французский язык, объясняя тем, что с английского языка Хогвартс переводится как Бородавки свиньи, что по-французски звучит достаточно отвратительно. Мы говорим о дословном переводе, поэтому бородавки превратились в вошь, а свинья превратилась в бекон с сало. Так и появился пудла. Но у меня все равно возникает вопрос, зачем нужно было переводить имя собственное. Но это ладно, давайте узнаем, как же называлась первая часть Гарри Поттера. Жустяно. Гарри Поттер в школе волшебников, никакого философского камня нет. Давайте тогда познакомимся с основными героями в очередной раз. Жустяно, как их зовут на французский манер? И я Харри Поттер. И я Харри, Харри Поттер. Рон Уэсслей. Рон Уэсслей. И Эрмиан Гранджер. И Эрмиан Гранджер. Здесь кажется, все без изменений, просто имена произносятся на французский манер, однако имя одного профессора все-таки решили изменить. Даже стяну? Да, Рон Уэсслей. Профессор Северус, de son vrai nom en anglais, Mr. Snape, Professeur Snape, qui se traduit du coup en français par Rogue, et qui veut tout simplement dire arrogant, en fait. C'est le professeur Rogue, le directeur de Serpentard. Профессор Rogue, это по-нашему, профессор Snape или профессор Snape, как было в начальных эпизодах, стал Rogue, потому что «arrogant» значит «высокомерный», то есть «таким, каким и является наш персонаж». И как мы помним, он мечтал преподавать защиту от темных искусств. Этот предмет немного звучит по-другому на французский манер. Так, Жустино? Когда мы начали говорить о профессоре Снэйпе, он же «принц полукровка», мы должны отметить, что часть романа «где мы об этом узнаем», также по-французски, называется немного по-другому. Как Жустино? Д'Арри Поттер и «принц смешанной крови». А кем же могла быть смешана эта кровь? Маглами и волшебниками. Волшебник и волшебница. Un sorcier, une sorcière. Je не suis pas un sorcier. И маглы. Un moldu. Bon, Ари, toi qui connais tout des moldus. Давайте сейчас пройдемся по названиям факультетов. Gryffindor. Gryffindor. Slytherin. Serpentard. Пуффиндуй. Пуффсуфль. И коктевра. Сердег. Elles ont pour nom Gryffondor, Пуффсуфль, Сердегль и серпентар. Перед тем как отправиться в школу, ученику нужно закупиться всем самым необходимым. А это мы можем сделать только в косом переулке. Le chemin de traverse. Дословно трапа, переход, пересечение. Bienvenue, Ари, au chemin de traverse. И сначала, безусловно, необходимо купить палочку. Как будет волшебная палочка по-французски? In baguette. Да-да-да, это тот же багет, который я обожаю есть по утрам, поэтому было очень легко запомнить, как же будет волшебная палочка. La baguette magic. La baguette. Также можно купить в косом переулке и разных магических животных. Например, сову. А ибу, ибу, так как ты? Да, получается сова просто ибу. Ron, c'est toi ибу! А вот крысу Рона звали совсем не короста. А как? Koutar. Je te présente Koutar. А живаклоту Гермионе. Pateron. Germione, je déteste ton chat. Méschant, pateron! А сейчас будет то, что не помнит Джустино, потому что на самом деле он совсем не фанатик Гарри Поттера, только я, поэтому нам поможет фильм «Маховик времени». Ceci est un retourneur de temps. Карта мародеров и те, кто ее придумал. Sahaty, лунатик, бродяга и хвост. Messieurs Lunar, Kutver, Patmol et Kornedru sont fiers de vous présenter la carte du marodeur. Zmeeus, тот, кто разговаривает со змеями. Tu es un furchelang. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Je suis quoi? Tu parles au serpent. Kluva-kryl. Je vous présente. Bacch. И напоследок, Snitch. Le vif d'or. Ребята, вот такое небольшое видео получилось о Гарри Поттере на французском языке. Пересмотреть его всегда отличная идея. А если еще это сделать на языке, который вы изучаете, то вообще бомба. Спасибо, Жустино. Bienvenue. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Пока-пока.